Святаго Духа Святаго Отца нашего Иоанна Зукоуста Стагирию Подвижнику Увлечание третье, продолжение В каждом из упомянутых бедствий ты обрати внимание не только на причину от которой рождалась у тех мужей уныние но и на степень печали увидишь что их печаль гораздо больше твоей скорби И следуем же теперь сильнее ли они скорбели чем ты, а степень уныния обыкновенно определяется не только причиной от которой оно произошло но и словами и делами страждущих Многие потеряв только деньги сетовали больше чем ты так что иные бросились в море другие повесились не вынесшие этой потери а некоторые чрезмерно печали потеряли даже зрение хотя потерять деньги кажется легче нежели петь мучения демона однако многие перенесли последние а первым были поражены не суди об этом по своей душе и не думай что если ты смеешься над потерей денег то и другие относятся к ним так же потеря денег довела многих до безумия и крайнего расстройства конечно благородной души ни одна из этих скорбей не может сокрушить но душа слабая и привязанная к миру более терзается потерей денег нежели мучением от демона почему? потому что ни одно и то же боятся ли голода постоянно или выносить мучения демона только по некоторым дням после ним бедствия и сильное мучение продолжается немного времени подобно как в горячке или в лихорадке или по другом каком-либо периодическом припадке и даже гораздо меньше продолжается чем в этих болезнях если же скажешь что болезнь беснования превосходит эти болезни силой то я могу указать тебе на многих и задержимых горячкой которые когда охватывает их этот огонь приходят в большее иступление чем бесноватые а при бедности опасения терпеть недостаток необходимым как неистребимый червь гнездится в душе бедных и точит ее непрестанно что я говорю о бедности? если мы захотим перечислять все несчастья человеческие то не только мы но может быть и сам ты станешь смеяться над своим плачем и стенанием но нам невозможно изобразить всех даже малейшие части этих несчастей мы не знаем их а если бы и знали то нам не достало бы целой жизни для повествования них поэтому выбрав из многих только некоторые предоставлю тебе по ним заключать по возможности те которые будут опущены так вспомни о том любезнейшем старце Демофиле из великого и знатного дома вот уже пятнадцатый год как он ничего не в состоянии делать подобно мертвым отличаясь от ней только тем что постоянно трясется кричит и ясно сознает свое несчастье он живет в крайней бедности и имеет одного слугу юношу хотя и доброго и привязанного к своему господину но не способного облегчить его несчастье потому что слуга не может не избавить от бедности господина не прекратить трясение его от расслабления а может только вложить кусок хвоста господина своей свои руки не служат последнему и в этом подать ему чашку и очистить нос кроме этого он не в состоянии оказать ему никакой помощи так бедствует этот старец уже пятнадцать лет как я сказал при этом я припоминаю того расслабленного который страдал таким же недугом тридцать восемь лет Евангелие от Иоанна 5 глава 5 стих кроме этих несчастных представь еще аристоксена Вифинского который хотя не расслаблен телом как тот старец но одержим такую болезнью которая гораздо тягостнее расслабления какие-то судороги в желудке и боли несноснейшие всякой пытки то пронизают его хуже вертелов то пожирают сильнее огня и мучат каждый день и каждую ночь так что не знающие его болезни считают его за сумасшедшего так судороги искривляют у него зрачки и стягивают руки с ногами и делают его безгласным а крики его и стоны он часто после онемения начинает кричать бывают сильнее стонов женщин мучившихся родами и нередко живущие вдали у которых есть больные и страдающие долгой бессонницы присылали жалобы на то что их больным становилось хуже от этих криков это бывает с ним не через долгие промежутки времени но по нескольку раз днем и по нескольку раз ночью и вот уже шестой год как он предан этому злому недугу нет у него ни слуги который бы ухаживал за ним ни врача который бы облегчал его страдания первого по бедности а второго потому что врачебное искусство оказалось бессильным пред эту болезнью многие врачи долго трудились над ним так как у него прежде было много денег и нисколько не помогли ему а что всего тяжелее никто из друзей уже не хочет видеть его но все оставили его даже те которые прежде много были облагодетельствованы им если же кто-нибудь и войдет к нему то тотчас же убегает таким зловонием наполнена комната его потому что никто не убирает ее при нем сидит одна только служанка которая делает не больше чем сколько может сделать одна женщина при том такая которая приобретает себе пропитание трудами рук своих сколько же демонов мучительнее его бедствия если бы самые кибетские не мучили его то чего не претерпел бы он от мысли о том как много времени лежит он на одре о больших издержках доведетших его до крайней бедности о презрении друзей о неимении слуг и о неведении о том прекратятся ли когда-нибудь бедствия о чем и ты всегда скорбишь или лучше сказать от совершенной уверенности что они никогда не прекратятся пока он будет жить и дышать так заставляет думать жестокость болезни и то что бедственное положение его с каждым днем ухудшается продолжение следует заставляет а не Играет музыка.